Особое мнение. Меня зовут Ольга Журавлёва. У нас в гостях Олег Сысуев, зампредсовета директоров Альфа-Банка, бывший вице-премьер правительства России. Здравствуйте, Олег Николаевич. Добрый вечер. Ваши, можно сказать, коллеги, бизнесмены обратились к правительству, к руководству, к президенту с вопросом, а что, собственно, с обещаниями их как-то избавить от повышения налогов. Больше 100 миллиардов рублей придётся доплатить бизнесу только в 2018 году из-за различных новых сборов, которые правительство вписало в проект трёхлетнего бюджета. Это нарушает договорённости о неизменности фискальной нагрузки, напомнили в своём письме Владимиру Путину президента четырёх бизнес-объединений. В Кремле, кстати, сказали, что они рассмотрят это письмо. Ну, дело в том, что реальная жизнь гораздо богаче и изменчивее, чем любые обещания, даже отлитые в граните. Вот. Если вы обратили внимание, что этому сообщению сопутствовало ещё несколько сообщений, одно из которых – это дефицит Пенсионного фонда Российской Федерации. И в этой связи даже такое эмоциональное заявление, которое, по крайней мере, так было воспринято сенсационно Алексею Кудрину о том, что в Пенсионном фонде денег нет для выплаты пенсионерам. Я думаю, что это перевлечение, конечно, и неправильная интерпретация, может быть, того, что сказал Алексей Леонидович, но проблемы с бюджетом очевидны. Мы видим, что регионы испытывают проблемы, мы видим, что многие регионы с трудом накапливают для выплаты ежемесячных обязательных платежей бюджетникам, что многие из них находятся в зоне уже закредитованности и так далее. То есть, это следствие того, что денег-то нету, а государство ещё тратит огромные деньги на спасение провалившихся финансовых институтов. Мы знаем, что только три банка или два даже, под триллион рублей потребуется для того, чтобы закрыть дыры. И, конечно же, это везде и всегда путь решения этих проблем. Один из путей основных – это повышение налоговой нагрузки. И, конечно же, в каком-то виде повышение налоговой нагрузки будет. Будет ли это какие-то специальные налоги, либо существующие налоги уже с другой совершенно ставкой, либо это будет, опять-таки, изменение подхода к подоходному налогу, но бюджету требуются деньги. И в ситуации, когда экономика находится в стагнации, она не растёт. Денег просто взять неоткуда. Так-то на что жалуются бизнесмены? Неужели они этого не понимают? Бизнесмены, конечно же, это понимают, но я думаю, что они обосновывают это, во-первых, действительно, какими-то словами, которые были сказаны. И такое действительно было сказано, по-моему, из-за председателя правительства Российской Федерации, когда у нас не было санкций, когда у нас не было украинских событий, не было такого военного бюджета, и когда экономика, в общем-то, росла больше 4% в год. Но сейчас наступило другое время. И, конечно же, бизнесмены, так сказать, лоббируют свои интересы, справедливо лоббируют. И, видимо, они обосновят это тем, что увеличение налоговой нагрузки никак не приведёт к решению проблем роста экономики, а следовательно повышения налоговой базы. Люди начнут просто уходить в тень, компании будут банкротиться и так далее. Это извечный спор власти и бизнеса. — Слушайте, ну тогда выхода нет. Кстати, мораторий на рост налоговой нагрузки президент вёл в 2014 году вплоть до конца 2018-го. То есть, в общем-то, недолго осталось подождать, и потом можно... Ну, думаю, что какого-то... Вполне возможно, что, учитывая политический календарь, возможно, президент пойдёт навстречу запросам, бизнесам, и на какое-то время он примет решение прислушаться к этому предложению бизнесменов. — А что мы будем делать с бюджетом? — А с бюджетом что мы будем делать? — Какие есть ещё варианты? Вот помимо повышения налоговой нагрузки, какие можно решения принять, чтобы всем угодить? — Знаете, к сожалению, все решения, на мой взгляд, которые привели бы к существенному изменению бюджетной картины, увеличению доходов, они находятся не в экономической плоскости, они находятся в плоскости общественно-политической, они находятся в сфере, если хотите, даже внешнеполитической, когда мы перестанем быть очень быстро ставшей страной, фактически, изгоем, и когда мы откроемся, когда мы признаем допущенные ошибки, когда мы выйдем из режима санкций, когда мы не будем накачивать бюджет вооружений, когда мы не будем делать из нашей страны монстра обвешанного оружием, вот тогда, собственно, всё решение политическое. И тогда, собственно, когда у нас экономика станет свободной, когда у нас правоохранительная система начнёт защищать частную собственность, когда у нас суды начнут принимать справедливые решения, и не будут подвластны административному давлению и телефонному праву. Всё очень просто. Ну, мне тоже кажется, что это всё довольно просто, и многие люди об этом говорят уже не один год, если не одно десятилетие. Как Вы думаете, Алексей Кудрин знает об этом? Очень хорошо знает. Просто, может быть, как не только другой, потому что он был всё-таки министром финансов, и, значит, он работал в Министерстве финансов в тот момент, когда и мы, собственно, и работали, и имели долги по заработной плате бюджетникам. Алексей Леонидович очень хорошо знает. Отвечал он, кстати, за бюджет, да, в качестве первого замминистра финансов, тогда ещё совмещавшего эту должность вице-премьера, первого вице-премьера Чубайса. И он работал в тучные годы и предупреждал о том, что они могут закончиться, и поэтому-то он не поддавался давлению, а всё-таки ввёл в систему, которая позволяет и до сих пор формировать резервные фонды, за счёт чего, собственно, мы можем ощущать некую стабильность, не развитие, конечно, но стабильность. Откуда, собственно, брались деньги для помощи экономике после кризиса 2009 года, после кризиса 2014 года, и сейчас, когда проблемные крупные банки уходят и так далее. Это всё заслуга Кудрина, и Кудрин об этом блестяще знает. Когда Кудрин представлял Путину результаты работы ЦСР по подготовке стратегии до 2024 года, он же наверняка об этом говорил. Ну, хочется верить, что он говорит всё и до конца президенту, хотя, естественно, это очень трудно, вот если сопоставить тон или конкретно, что говорит президент в последнее время, то такое ощущение, что он не хочет обращать внимание на существенные трудности и не хочет об этом говорить. Это естественно для человека, который столь долго находится у власти. Но я надеюсь, что вследствие истории их взаимодействия, знакомства, и, по-моему, президент неоднократно говорил об этом, что он слушает Кудрина, и не случайно в последнее время, как мы знаем, приглашён на всякого рода совещание, связанное с политическим сезоном для решения этих вопросов. И думаю, что он там... Во всяком случае, я неоднократно слушал публичные выступления Алексея Леонидовича не только за границей, где, как правило, наши экономисты всегда говорят «свободно», но и здесь, на различных конференциях. И у него был очень чёткий, реальный и такой объективный анализ экономической ситуации. Правда, никто из них, и он в том числе, не говорили о первопричинах, мотивируя это тем, что они не являются политиками, они являются всего лишь экономистами. А я ещё раз повторяю, что, на мой взгляд, наши главные проблемы лежат не в плоскости экономики. Не в плоскости экономики, ну и мы с вами, наверное, в ней не останемся. Это первый зампредсовет директоров Альфа-Банка, бывший вице-премьер правительства Олег Сысуев. Мы вернёмся через несколько секунд. Всё сводится к тому, что, с одной стороны, президент очень доверяет Кудрину как экономисту, и вы объяснили, почему. Есть просто конкретные результаты его работы. И предпочёл именно ему поручить разработку стратегии, которую даже некоторые называют экономической программой для будущих президентских выборов. А при этом совершенно очевидно, что вот то самое, что понимает Кудрин, Кудрин до Путина донести пока не смог. Ну, мы имеем в виду с вами что? Донести – это значит, что мы увидели, что что-то начало реализовываться. А это, в принципе, возможно, чтобы что-то начало реализовываться? – Трудно сказать. Вы знаете, в истории я, пожалуй, сейчас не найду таких примеров, может быть, потому что она не очень богата, хотя на эти события, но когда люди долго находятся у власти, это со всеми так происходит. Рассчитывать на то, что они смогут каким-то коренным образом изменить парадигму своего поведения и начать каким-то образом радикально принимать другие решения, реформировать сами себя фактически, ну, во взрослом возрасте, мне кажется, это маловероятно. – То есть рассчитывать на президентские выборы, как на новый этап, не приходится? – Очень хотелось бы, но, мне кажется, это маловероятно. – Ну, сразу начинаешь смотреть в сторону Зимбабве и думать, что действительно эти люди не меняются, и вот некоторые так долго держатся, что даже просто уже трудно вообразить, но все равно когда-то приходит конец, так или иначе. – Да, это человеческая природа, впрочем, как и человеческая природа, она диктует то, что человек не может так радикально поменяться, вот, и человеческая природа говорит о том, что все это когда-то естественным образом заканчивается. – А если естественным образом заканчивается вот такой вид политики, в которой мы уже привыкли, вжились, и уже она, я не знаю, проявляется во всем, и в этих памятниках, и в этих песнях, и в этих, там, я не знаю, фильмах, и в чем угодно еще, а потом-то, спустя, там, какие-то годы, страна сможет реформироваться, или уже все? Заскорузли мы в этом? – Вы знаете, мы с вами, правда, на разных этапах нашего личного развития пережили этот период. Я думаю, что, там, конец 80-х, начало 90-х годов показал, что это возможно, да, вот такое изменение, фактически радикальное, государство, его экономики, его политической системы, да что там говорить, его состава этого государства, да, и все это возможно. И мы знаем, что это все произошло практически, практически, бескровно, да, без таких, хотя некоторые считают это величайшей трагедией, да, но эти события происходили по большей части не втягивая большие жертвы населения в эти события, что, в общем, можно было ожидать, да. Вот, и так получилось, и я горд за нашу страну, что это произошло именно так. И страна пошла по пути, в общем-то, цивилизованного, западного, западной модели развития, да. Это все произошло. Мне кажется, что другого пути в России нет, и сейчас на основе нашего лозунга, на самом деле, очень понятного и в какой-то связи кому-то, может быть, кажется, главного сохранения социально-политической стабильности, все же говорят об этом, да, чтобы не пришли какие-то там радикалы и не устроили еще одну революцию. Ведь, в общем, рефреном все освещение столетий революции, оно говорило о том, что не надо нам допустить тех событий, да, еще раз, и вот, так сказать, особенно представители крупнейших государственных средств массовой информации, так сказать, об этом говорили, что придут опять революционеры, опять будет масса жертв, унижений, страна провалится и так далее, и так далее. Бесы начнут управлять событиями. Ну, российская история доказала, что мы можем по-другому, мы можем по-другому. В 90-е годы получилось по-другому, если взять состав междепутатской группы, тогдашней, да, с Афанасьевым, с Поповым, с Собчаком и так далее. Это на самом деле был интеллектуальный цвет тогдашнего истеблишмента, согласитесь, да? То есть люди туда попали не в силу громкости голоса и своего объема мышц, а в силу своего интеллектуального потенциала. И мне кажется, что, наверное, наступит такое время, когда мы сможем об этом... Я думаю, что... На что я, честно говоря, до сих пор еще рассчитываю, может быть, это наивно, что все-таки, умеясь союзники в этом, многие представители Совета по правам человека при президенте, коллеги, они считают, что это возможно, хочется им верить, что нынешняя власть может самореформироваться, взять себя и сама реформировать. Они серьезные люди, большим опытом, вот, и они считают, что они поэтому там и работают, потому что они чувствуют пользу от этой деятельности и думают, что это может произойти. Давайте им поверим. Что нам остается делать? Ну, если да, если другого и никакого варианта нет, то давайте будем надеяться, что как-то все произойдет само, все сами реформируются и наша жизнь улучшится в результате. Вообще, это очень удобно, согласитесь, Олег Николаевич. Да, уже. Путин сам себя реформирует и жизнь заколосится. По-моему, отлично. Кстати, о нашей жизни. Есть же и позитив. 57% россиян имеют хотя бы один непогашенный кредит в семье. За последние 8 лет эта цифра выросла в 2 раза. Но при этом только 22% опасаются, что смогут погасить кредиты большим трудом, а основная масса вот этих вот закредитованных сограждан какой-то невиданный доселе оптимизм испытывает. И, в общем, многие считают, что легко все погасит. Может быть, действительно, все будет хорошо. Я читал этот анализ, и мне показалось, что просто, наверное, все-таки есть элемент не совсем честного ответа на вопрос социологов, да, у людей, которые считают, что они так легко все погасят. Известно, что у нас сейчас, в общем, модель поведения граждан сберегательная, она сменилась на модель поведения, когда они, в общем-то, не отказывают себе ни в чем. С этим связано и получение кредитов. Они кредиты получают для того, чтобы покрыть еще одни кредиты, потом еще одни кредиты. А потом как-то само все рассосется. Да, по нашей русской привычке, что не буду я вообще думать, что будет на следующий год, там, через полгода. Мне сейчас вот хочется, я сейчас хочу вот получить. Почему у нас, так сказать, в общем, такого я на Западе не видел, чтобы, например, у нас вот такие огромные мебельные магазины, да, потому что у нас люди хотят прийти и вот в наличии, чтобы у вас было, я это потрогал и забрал. Ни в коем случае не заказывать и ни в коем случае не ждать, потому что мне нужно здесь и сейчас вот то, что я хотел потрогать, приобрести, потому что потом неизвестно, что будет. У меня работы я лишусь, так сказать, наступит еще очередной кризис, и я останусь просто без этого удовольствия, которое я хочу именно здесь и сейчас. Мне кажется, что вот это вот, так сказать, опасно, что люди не думают в долгую. И это касается не только потребительских товаров, кредитов и так далее. Это касается вообще заботой о себе, о своей семье, что с подобным родом стратегическим мышлением, если так можно сказать, по отношению к себе и выстраиванию жизни, как они собираются обучаться, достигать карьерного роста, они и их дети. Вот с таким мышлением, к сожалению, людей у нас в значительной части не прибавляется. Ну, это же естественный ход событий. Если нет доверия на уровне полугода, то о чем можно говорить? Да, и нет доверия в институты, которые позволили бы конкурировать на равных, на рынке труда, на рынке доступа к благам и так далее. Нет социальных лифтов. Да, и когда государство, везде засилие государства, то это всегда оборачивается, в общем, достаточно пассивным населением и гражданским обществом, что мы с вами сейчас и видим. Вы смотрите, какой процент участия людей в выборах, особенно местных. Это катастрофа. Никогда такого не было. И даже во многих регионах, муниципалитетах руководители намеренно снижают вот эту активность населения. Сушат явку. Да, для того, чтобы это проскочить, так сказать, и не было никаких размышлений. То есть, не дай бог, так сказать, спящие проснутся. Но с президентскими-то выборами как раз наоборот. Явка-то нужна все-таки более-менее приличная. Может, действительно будет веселая и зажигательная? Для того, что у нас абсолютно президентская власть, и для того, чтобы ее поддержать, нужна максимальная легитимизация выборов и, собственно, результатов этих выборов. Вот, собственно, для чего нужна явка. Скажите, но появление Ксении Собчак – это скорее на пользу Путину или скорее на пользу обществу? Непростой вопрос. Я не думаю, что в данном случае так уж сильно выиграет общество от появления Ксении Анатольевны, которая говорит такие оппозиционные, достаточно радикальные, произносит тексты. Учитывая ее бэкграунд, учитывая то, что она имеет такую вот историю собственную и так далее. Увеличит ли это явку на выборах? Не думаю, что значительно. Не думаю, что значительно. На руку ли это Путину, если он примет решение участвовать в выборах? А у вас еще есть какая-то доля сомнений? Вы знаете, есть. У меня есть доля сомнений. Значит, доля сомнений. Если он примет решение принять участие в выборах, ну, все равно мне кажется, что все-таки, к сожалению, ближе к фарсу вот все это. Но мы знаем, что предпринимаются попытки сделать это гораздо более серьезней, и Альянс Нечаева с его партией, гражданская инициатива, да, и гражданская сила. Вот, все-таки... Гражданская инициатива. Да. Я очень хорошо отношусь к Нечаеву, и он мне очень симпатичен и как профессионал, и как человек, и во всех отношениях я желаю его партии успеха. Но, к сожалению, видимо, дела у партии не так хороши, и приходится в том числе идти в альянсы, может быть, не совсем естественные, как в данном случае с Ксенией, да, для того, чтобы была некая польза промоушен для партии, для того, чтобы ее услышали, услышали ее программу, название и так далее. Это Алекс Суев, первый зампредседиректоров Альфа-Банка, бывший вице-премьер правительства. Мы встретимся с вами после небольшого перерыва. Ну, после всего, что вы сказали, переходим к концу света. Правильно? Конечно. Можно кредиты же не отдавать. Логика совершенно естественная. Нет, просто если вот это вот... А была же недавно, ну как недавно, лет пять назад была там история, что по календарю мая, там конец света или еще там что-то такое, или просто у них календарь закончился. Это было вот, это должно было случиться буквально там. Ну, это было уже лет пять назад. И я помню, что как-то, ну, это было в очень определенных кругах, это все-таки как-то муссировалось, ну как там насчет конца света, там что-то случилось, ну как-то, не знаю. А может быть, кто-то и действительно решил взять кредит под это дело, съесть, отдохнуть, наконец, в Таиланд. Нет, дело в том, что если бы я, у меня тоже не просыпались в подобном родном настроении, в свое время, да, там, в начале 90-х, было пара эпизодов, когда я точно помню, что я после меня хоть потоп вот так сделаю, и это самое, хорошо будет. Более того, я принимал решение о том, что мы брали кредит в Мировом банке, участвовали в программе, значит, обеспечения транспорта, Мерседес. Там был 17-летний кредит, ну, с грейс-периодом, да, и, конечно же, я понимал, что я 17 лет мэром не буду, да, ну, с грейс-периодом пять лет. Я так про себя думаю, вот, как раз грейс-период я проработаю, процентов платить не будем, мы и кредит не будем отдавать, так сказать. А потом другие разберутся. И потом, на самом деле, у власти была большая проблема. Они попали в кризис, и трудно очень было расплачиваться. Еще зажимали налоговую базу городов-миллионников, перекладывали ее все наверх. Это была очень серьезная проблема, и фактически, мне вспомнил вот нынешний губернатор, закончили оплачиваться этот кредит прямо буквально недавно. Стыдно? Да. Тоже было такое состояние нестабильности, и вот хочется, чтобы мерседесы белые были сейчас, в нерависимости. Ну, к сожалению, это все в масштабах страны, оно просто сплошь и рядом. Да. И решения так вынимают. У меня в последнее время стало очень раздражать вот эта вот времяночка такая. То есть хочется уже вот с возрастом особенно хочется уже к чему-то привыкать, вот хочется выходить вот в этот выход и видеть конкретную вывеску, и там регулярно покупать свою булочку или еще что-то такое. Оно постоянно меняется. То вот Собянин решил, что надо, значит, наконец, самостроем разобраться. У меня 15 лет был магазин возле метро. Все, просто ровная земля. Ну, казалось бы, ерунда. Но раздражает. И во многих местах такая история. То есть ты просто протягиваешь руку, а на полке нет того, к чему ты там привык хоть там за сколько-то лет. Это ужасно задражает. И все время ощущение, что вот, ну... И когда все говорят, что они стратегии, они тактики, это распространяется на всех. У них тоже все планирование. Ничего. О, сегодня день памяти Галины Васильевны Стравуэтова. Угу. Ольга Стравуэтова пишет. Да. Спасибо, Галина Васильевна. Ой. И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях Олег Сысуев, первый зампредсовета директоров Альфа-Банка. Олег Николаевич, вот мы столько всего тут нагнетали с вами вместе, что следующая новость, она как-то очень логично все объясняет. Патриарх Московский и всей Руси видят в современном мире признаки скорого конца света. Ну, тогда действительно, берем кредиты под любые проценты и вообще пляшем и поем. Хотя патриарх, наоборот, призывает сплотиться, чтобы максимально отсрочить второе пришествие. В общем, он еще тут говорит о том, что нужно как-то перестать доводить страну до гибели и не раскачивать лодку человеческих страстей. Что по поводу человеческих страстей скажете? Кто лодку-то раскачивает? Есть такие? Ну, мне кажется, что абсолютно точно ограничение свобод и поиск врага внутреннего и внешнего это, на мой взгляд, основные факторы раскачивания лодки и сдавливания пружины, которые когда-нибудь выстрелят. И, к сожалению, приходится признать, что здесь немаловажная роль государства в этом. Мы же с вами оцениваем идеологию государства конкретную по тому, как это освещается государственными средствами массовой информации. Посмотрите просто. Правда, если вы этого не делаете, то вам придется приготовиться к серьезному удару психологическому, к каким-нибудь ток-шоу на федеральных каналах. Это же просто сгусток ненависти, ощущения гражданской и негражданской войны. Это постоянный поиск врага, постоянный поиск врагов, в чем, собственно, лежит причина наших бед и неустроенности и так далее и тому подобное. И это, конечно, просто какой-то ужас. И мне кажется, что вот в этом отношении я лично предъявляю претензии государству в этом смысле. Послушайте, ну, я прошу прощения, когда в наших бедах винят других каких-то акторов, как сказала Бегатерина Шульман, то ведь даже слушатели наши спрашивают, там, будущее России под экономическими санкциями, изоляция от рынка, это же не мы сами так вот все нагадили. Они же все по один за другим санкции вводят. Они же нас обижают, они нас притесняют всячески, уж не говоря про этих самых с допингом спортсменов преследуют. Если начинать игру под названием «Кто первый начал?», то мы просто, так сказать, можем вспомнить про Украину, можем вспомнить про Восток Украины, можем вспомнить про малазийский самолет. Да и про Крым тогда придется вспомнить. Да, и можем вспомнить про Крым и так далее и тому подобное. И мне кажется, что да, надо, наверное, анализировать действия наших партнеров. Так называемых. Да, наших партнеров. Но вы понимаете, у нас, мне кажется, вот этого христианского элемента смотреть на свое поведение и каяться, извиняюсь, у нас считается это большой слабостью. А мне кажется, что отсутствие этого качества – это то, что нам, в общем, это советское абсолютно продолжение психологии советской. И отказ от того, что, в общем, было в конце 80-х, в начале 90-х годов, когда мы на самом деле критическим образом посмотрели на себя, и об этом заявили во многом, да, вот отказ от этого, мне кажется, он приводит к очень печальным последствиям и, безусловно, отдаляет нас от цивилизованного мира. И это плохо не только в каком-то политическом, идеологическом плане. Это, на мой взгляд, плохо вообще в реальной экономике. Сейчас невозможно рассчитывать на успех, если ты не будешь инкорпорирован в международный процесс обновления, который идет со страшной скоростью. Со страшной скоростью идет. И эти санкции, безусловно, как раз серьезнейшим образом бьют по инновациям, по тому, чтобы наша экономика становилась современной, конкурентоспособной, о чем мы любим говорить, да, и отбрасывает нас на обочину. Ну, это же так удобно. Если у нас проблемы в экономике, мы знаем почему. Это не в том, что мы что-то неправильно делаем, это потому, что мы под санкциями. Ну да, это легко объяснять и легко, так сказать, электорату об этом говорить. И это всегда было так, что для того, чтобы поднять популярность и объединить людей, надо найти врага. И он там предпринимается очень активной попытки к его поиску, объяснению. Посмотрите, как наши дипломаты до недавнего времени вели себя на высочайших трибунах организации объемных анонсов. Но они, по-моему, и не перестали, они также веселы. Да, этот гопнический язык, который распространен сейчас в прайм-тайм, на серьезнейших каналах, серьезнейших передачах. Как так можно вести себя? Тот же допинг, да, значит, ну... Они нас преследуют и не любят, Олег Николаевич. Это главное. Они не хотят, чтобы мы блеснули на мировой арене своими спортивными успехами. Ой, значит, мне кажется, я давно говорил уже по поводу этого допинга, раскаяться и признать свои ошибки, вот и все. А то есть, действительно, нужно признать, что у нас была государственная программа по допингу? Что иметь под государственные программы? Никто, конечно, никаких решений закрытий в политбюро не принимал. Никто, конечно, не приказывал чиновникам спортивным улучшать подобным родом результатам. Но это, как, знаете, в случаях, когда в авторитарных системах просто определенная часть людей чувствует музыку, которая играет. Нужно было для подтверждения мощи нашего государства сокрушительная победа на Олимпиаде в Сочи провести Олимпиаду очень дорого, а потом люди за это дорого в тюрьме сидят, и очень большие проблемы с использованием олимпийского наследия и так далее, и так далее. Еще результат показать. Нужно для поддержания имиджа могучего государства. А что сейчас по факту выходит, что мы лишаемся одной за другой олимпийских медалей. То есть вы абсолютно уверены, что лишаемся мы не потому, что они злобные и нас ненавидят, а потому, что так все и было? Я думаю, что во всяком случае меня не устраивает то, что мы не признаем ничего. Мы говорим, что это акция против России, врагов. Я не пойму, почему этих врагов не было в 90-х годах. А где они все были? Почему их не было в начале 2000-х при той же власти у нас? Они тогда просто не справились. Они хотели тогда поделить нашу страну и отнять у нас все наши богатства. Но просто у них сил не хватило. Сейчас поднакопили и вот. Ведь с 2000-го года, насколько я понимаю, прошло уже раз, два, три, четыре олимпиады. И только в Сочи. Были случаи там отдельные, не только у нас, но у американцев. И легкоатлеты американские, так сказать. Да у китайцев было, а у кого только не было. Но ничего подобного, так сказать, не было. Почему именно сейчас? А, мы стали с колем вставать. Точно. Так вот, Олег Николаевич, наконец-то. Мы с колем встали. Наконец-то. Бережное отношение к вот этим образом и к коммунистическому прошлому. И нам очень жаль жертв, но мы никого не обвиняем с противоположной стороны. Кто-то уничтожил неизвестные таинственные силы, уничтожили огромную часть населения, там мучили и так далее. Мы очень скорбим, но никого не обвиняем. А вот это вот какая-то, ну, проступающая, скажем, симпатия к этому самому прошлому. Она зачем? Она тоже должна объединять? Да. Это, так сказать, объединительная идея, все символы советского прошлого. От Ленина в мавзолее начинают? Нет, Ленин все-таки не используется уж в этой работе. Но, значит, безусловно, Красная Армия, безусловно, чекисты, безусловно, так сказать, работники культуры. У нас же самые рейтинговые сериалы, насколько я понимаю, это все про советское. Сейчас и про революцию тоже были, будь здоров. Вот, и про оружие, про военных и про проще-прочее. И мне кажется, что на самом деле это и есть использование идеологии для, о чем патриарх говорил, сплачивания людей. Перед концом света. Вот, и это все началось, конечно же, с ритуала изменения гимна. Вот прям сразу так и пошло? Да, возвращение гимна. И, в общем-то, было понятно, что покаяния настоящего и такого разговора очень честного про историю и того, что, скажем, словами академика Пивоварова, например, у нас не будет. Либо историка Афанасьева Юрия Николаевича. Такого разговора у нас не произойдет. Вообще никогда, как вам кажется? Нет, когда-нибудь обязательно произойдет. Мы без этого не двинемся вперед. Мы без этого не двинемся. Вот в чем беда. Понимаете, этот процесс оттягивается. Без этого, без честного взгляда на историю и постановки всех точек, да, покаяния, мы не двинемся вперед. Хотя, еще раз повторяю, в это трудно поверить, поскольку покаяние у нас считается обалденной слабостью. Слабак, сопляк. Каешься. А вы бы вышли с кем-то еще, там, я не знаю, с какими-то своими соратниками, там, по 90-м, покаяться за что-нибудь? Должь, мне кажется, я в эфире уже столько каялся. Правда, за что каяться, так сказать, имуществом не владел, финансами не распоряжался. Хотя, вот, видите, я в перерыве рассказывал про автобусы, я думаю, что это записывалось, да? Конечно, и видео было, да. Так что вы уже публично покаялись кое в чем. Да. Вот, и я не считаю это слабостью, я считаю это христианской благодетелью. У нас же сейчас все истовые христиане такие, да? Вот. И церковь у нас в моде большой. Вот. Так давайте все-таки будем христианами до конца. Давайте попробуем. Это Олег Сысуев, первый зампредсовет директоров Альфа-Банка, бывший вице-премьер правительства России, со своим особым мнением. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго. Продолжение следует...